Доброе утро дорогие друзья, Бокер Тов. Мы начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Эмор. Мы знаем, что Коин не может жениться на любой женщине. Кто разрешает ему жениться только на девственнице или на вдове. То, что написано, что не может взять блудницу, не может взять изнасилованную, отверженную мужем, это относится только к Коинам. То есть любой левит или Исраэль может жениться на любой женщине, Тора это не запрещает. Но Коины обладают особой святостью и они жениться только на вдове в крайнем случае. А так девственнице. Даже в книге пророки написано, что на вдове Коина, ну это было скорее всего конкретно к тому времени, когда пророк это писал, относилось. А вот что касается первого священника, то написано, что Коин выше из братьев твоих, он только может девственницу брать в жены. И книга Севрахенух даже описывает ситуацию, что если девочка была уже с кем-то обручена в детстве, потом случилось, что мужа не стало, она девственница, все, за первого священника замуж выйти не может. Здесь имеются ввиду ее помыслы, то есть она уже с детства думает об этом мужчине и поэтому эти мысли для первого священника не подходят. То есть он должен родить детей в особой чистоте. Что касается девочки, которая не была обручена девственнице, то за ее мысли она фактически не отвечает. То есть если эта женщина уже была вдова, она уже может думать о другом мужчине. Во-первых, священнику это ни в коем случае не годится. Потому что дети, которых родит ему жена, должны соответствовать самым высшим критериям Торы. Они должны родиться именно от очень чистых помыслов. То есть от наших мыслей зависит, какие будут дети. Так нам Тора дает понять. Казалось бы, что такая мысль, за нее не наказывают, но нет. Что касается первого священника, то сама мысль здесь влияет на его потомство, на его действия, на все. Урок заканчивается. Пусть закончится скоро эта война. Всем все самого наилучшего. До следующих встреч.